Что касается моего проекта в Минске, то ориентировочно через три месяца вы сможете увидеть, как уже здание выставочного центра будет появляться из земли. Сейчас там ведутся земляные работы, территория огорожена. И через три месяца мы также планируем приступить к строительству рядом жилого квартала. Также по указанию президента Республики Беларусь, около Снянского хранилища, мы в ближайшее время тоже спроектируем и построим общественный парк. Там люди отдыхают, занимаются спортом, поэтому мы хочем сделать там очень красивый парк, установить современное спортивное оборудование, его благоустроить для того, чтобы люди получали от него удовольствие. И, собственно говоря, сейчас масштабно ведется проектирование проекта, потому что, как вы знаете, оно занимает тоже очень много времени, и потихонечку мы будем приступать уже к строительным работам по мере готовности проекта. Поэтому я очень оптимистично настроен. Проект, даже сомнений никаких не было, что он может быть как-то остановлен или приостановлен, все развивается согласно плану. Я обещаю, в наш проект, в Минске, такого проекта вы не увидите ни в Беларуси, ни даже в Европе. Я обещаю, что все мои знания и опыт, которые я накопил за 30 лет, они будут вложены в этот проект. Я уверен, что качество этого проекта и его клиента ориентированность будут самыми лучшими по уровню не только в Беларуси, но и в Европе. В Беларуси очень хорошие, добрые, интеллигентные люди, начиная с господина президента и очень хорошие инженеры. Я много езжу по миру, и Минск, конечно, удивляет своей чистотой. Вечером я где-то час двадцать гулял по городу и наслаждался воздухом и его чистотой. В Украине, в Украине, в Украине, вы должны быть осторожны, если вы смотрите, вы возьмете на улицах. Я ходил на двадцать гулял по ночам. Потому что на Западе ты беспокоишься о своей безопасности. И вы чувствуете это в таком случае, вы чувствуете себя комфортно на улице.